Издательство Эксмо Будь одержим или будь как все Как ставить большие финансовые цели и быстро достигать их Гранд Кордон Глава первая Одержимость Спасательный круг для меня и для вас Для того, чтобы вы поняли, как я достиг успеха И узнал о потрясающей силе одержимости Сначала мне нужно рассказать вам о том, как моя жизнь почти сошла на нет Из-за того, что я отрицал в себе это чувство Этот рассказ – недобрая детская сказка, зато он правдивый Кстати, я вовсе не удивлюсь, если вы проведете некоторые параллели со своей собственной жизнью Откуда взялась моя одержимость? У меня не было такого отца, который отвел бы меня в землю обетованную для богачей Одолжил бы миллион долларов на первую сделку с недвижимостью Помог завести связи в политике через загородные клубы для богатых Или показал бы, как все устроено в бизнесе Мои родители являлись детьми итальянских эмигрантов, которые переехали в Америку в начале 20 века Папа был первым в своей семье, кто поступил в университет Он стал целеустремленным юношей с духом предпринимателя И верил, что американская мечта не за горами Свой путь он начал с маленького продуктового магазина, который они держали вместе с мамой Папа был одержим успехом, потому что считал заботу о семье своим главным долгом С ранних лет я понял, что для моего отца основной миссией в жизни было обеспечивать семью Дать нам крышу над головой, еду, одежду и образование За несколько лет до моего рождения мой отец принял смелое решение Основать вместе с несколькими партнерами свою собственную компанию по страхованию жизни Я не знаю всех подробностей, но эти партнеры выдворили папу из компании И он оказался в сложной ситуации И вот, в 42 года отец остался без работы, с тремя детьми, которых надо было кормить И еще близнецы, я и мой брат Гэри, которые должны были скоро родиться Отцу пришлось начинать все сначала Папа решил потратить немного оставшихся сбережений, чтобы получить лицензию биржевого маклера И в очередной раз начать новую карьеру Благодаря папиному упорству, трудовой дисциплине и неуемному желанию заботиться о семье Это новое дело стало приносить плоды Он купил новый автомобиль Линкольн Таун Кар Линкольн Класса Люкс Которым очень гордился Сразу после того, как мне исполнилось 8 лет Мы переехали в новый дом А наш участок, более чем полгектара, протянулся вдоль берега озера У нас имелась лодка для рыбалки и водных лыж, а также садовый трактор Нашими соседями с обеих сторон были врачи, а в то время именно они являлись самыми успешными людьми в нашем районе Папина усердная работа и его успех в брокерской фирме твердо укрепили позиции нашей семьи в среднем классе Я часто слышал, как папа и мама говорили, что у нас все получилось Даже будучи ребенком, я понимал, что произошло что-то необыкновенное Мы жили в новом доме на берегу озера, и это была прекрасная пора детства Но продлилась она недолго Всего лишь через полтора года после того, как папа купил дом своей мечты Он умер от сердечного приступа, а был он тогда еще молод, всего 52 года Мама стала вдовой в 48 лет, при этом у нее осталось пятеро детей, немного денег, выплата по страхованию жизни отца И большой дом в пригороде, который требовал постоянного внимания У мамы не было профессиональных навыков, которые могли пригодиться на рынке работы и принести нам новый доход Всю свою жизнь она посвятила детям и мужу А теперь ей нужно было придумать, как сберечь те деньги, которые остались от отца И как выжить из них оплату на университетское обучение пятерых детей Для мамы это было очень непросто, так как у нее не было высшего образования и она не умела зарабатывать Мама росла во времена Великой депрессии и не хотела, чтобы ей и детям приходилось так же сводить концы с концами, как это было в те времена Так что мама стала в некотором смысле одержима тем, чтобы хоть как-то прокормить нас на те небольшие деньги, которые достались нам от отца Она во всем видела будущие расходы угрозу и вскоре начала экономить везде и повсюду Мама тотчас же выставила папин дом мечты на продажу Нам пришлось переехать в город, в крошечный кирпичный домик на крошечном участке А все дома вокруг нас были шаблонные, как из формочки Исчезло озеро, и невозможно уже было кататься на лодке, рыбачить, ловить крабов и охотиться прямо рядом с домом Я был сокрушен В нашем новом доме царило горе, все мы тосковали по отцу Но это было не все Мама была напугана, и я это чувствовал Она жила в постоянном страхе Другие мальчишки моего возраста проводили время с папами Играли, охотились, ездили на рыбалку Я же сидел дома и смотрел, как мама вырезает купоны И все время беспокоится о ценах на хлеб насущный и тому подобное Мама умела выжимать все соки из каждого цента Ее философия дефицита и нехватки проявлялась во всех наших занятиях В то же время, мама постоянно напоминала мне о том, как мне сильно повезло И что я должен быть очень благодарен за все, что у нас было Она утверждала Благодаря твоему папе мы попали в средний класс У нас есть больше, чем у большинства Я слушал это снова и снова Всегда цени то, что у нас есть Я старался быть благодарным и ценить все, что у нас было Но у меня в голове все это совершенно не укладывалось Ситуация оказалась мне такой глупой и неправильной Мне 10 лет, папа умер, любимого дома больше нет Мама живет в постоянном страхе А я за это должен быть благодарен? Я был вовсе не благодарен Я лопался от злости Тогда я этого не знал Но эти тяжелые времена посеяли во мне зерно той мотивации, которая потом двигала мною в жизни Несмотря на всю любовь к маме Несмотря на то, что я восхищался ей и ценил ее заботу Несмотря на мою благодарность за то, что у нас была одежда, еда и крыша над головой Я не хотел жить в постоянном беспокойстве В 16 лет я поклялся маме Когда я вырасту, я стану богатым Чтобы никогда не жить в страхе и не считать каждый цент А после этого я помогу еще многим людям Этот средний класс — это полный отстой Я добьюсь того, что по праву мое